Девушки отдыхают 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 Герочка, как вам? Меня как-то смущает вверх, и мне не нравится вот трюша, что они как-то торчат, мне кажется. Я считаю, надо еще что-то искать. Я бы убрала пышную юбку. Мне вот много. Чтобы я выглядела дорого, эффектно. Чтобы было вау и дорого, все поняли? Но я не принимаю какие-то перчатки, диадемы, очень много наляпистых камней. Вот мама, например, как думает, вот какое представление платья у вас? Ну, я бы сказала, ключевое слово – элегантность. Белый, классический. А стиль? Но я против корсета. А что скажет наша будущая кровь? Хочу, чтобы Лерочка была красивейшей для всех дней. Чтобы платье подкреслило ее элегантность. И платье не обязательно куплять за безумный гроз. То есть недорогое. Цена должна быть разумна. И переплачивать на один день, я считаю, взаимно. Так хочется, дорогой, а так хочется. И так хочется ко мне, и так хочется блестеть. Лерочка, Лерочка. Естественно, я не хочу, чтобы на мне экономили в день свадьбы. Потому что это мой день, и я хочу выглядеть шикарно в этот день. Ну, я уже купила платье. Это было настолько неожиданно, я даже себя немножко неловко почувствовала. Я мама такого подарка не сделала, а вот женщина, вторая мама, рискнула. У вас с собой платье? Вы приехали с платьем? Не знаю, как я не приезжала с платьем. Ага, ну, это секрет, это сюрприз. Я была на рынку, я ходила, выбирала. Вам подсказать что-то? Добрый день. Здравствуйте. Мой сын подружится. Я хочу, чтобы невеста была самая красивая. Есть вот такие белые ноги шифоновые. И трешу платье в открытии было. Такие вот такие вот изящные. Это пахатиновая, тоже необычная. Интересная, тоже фасон. Моя. Когда у вас вам предложить вот этот розовый-розовый бантик? Нет, розовый бантик. Это одна из новой моделей, это хит сезона. Сколько? Двое с половиной. А фата в подарок? Ну, я думаю, мы зупинимся на этом платье, на этой модельце. Поверьте мне, она будет очень довольна и понравится. Лерочка. О-о-о-о. Так. Вот. Платье. 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 Ну, вот мне не представляется, что ты будешь в нём наикрасивейше. Не хочется никого обидеть, но мне кажется, это очень, это громоздко. Я тебя представляю совершенно в другом. Это много. Я какая-то миниатюрная. Да. А его вот много. Очень много, да. Ты помири. У меня нет выбора. Прекрасно. Всё, давай. Платье бы я хотела совершенно другое. Модель рыбки. Ах, рыбки. Да. Мне показали. Говорят, это европейская сейчас. Вот мода такая. Бренд давай, да? Да. Ну, сейчас посмотрим. Лера уже готова красоваться у сукни от будущей свекрухи. Может, побачить себе и не будет такой упередженою. А ну-ка, ну-ка, рассмотрим. Как лимбия душа. Лерочка, ты принцесса. Представляешь, ты танцуешь, ты вот идешь. Всё не нравится. Это пышная юбка, этот пояс. Нет. И я хочу, чтобы было всё по силуэту, как рыбка. Что скажет мама? Ну, я против корсета, тем более этот мне не совсем нравится. Вверх можно было бы немножечко приукрасить чем-то. Скромно, какие-то стразы, камешки. А вот низ наоборот, он слишком пышный. Я бы не хотела такого. Его, его много. Мне некомфортно. Мне неуютно, мне напоминает этот лиф от нижнего белья. И этот фатины. Старомодин уже. Я бы не пожелала такое платье даже врагу. Но я не считаю, что на свадебном платье нужно экономить. Ну, мне, значит, и обидно, что это платье не сподобалось. Я вот подивилась, и она мне подобается в этом платье. Значит, нехай бы было воно. Ну, а невеста выбирает. За нею право выбора. На самом деле платье неплохое. Очень красивый, лёгкий верх. Прекрасная талия. Оно ни грамма не делает её ниже ростом. Всё очень, в общем-то, здорово. Я должен вам сделать комплимент, как вы умудрились купить платье без, так сказать, без объекта. Я дуже старалась. Молодец, свекрови. Мне это не подходит. Я не буду в этом ходить там. Не твоё это, не твоё. Мне кажется, оно не совсем подходит для такой вот торжественной даты. Берём маму и уходим искать платье. Далее вы увидите. Мама против свекрухи. Что перетворило джемных жёночок на разлючених фурій? Это дорогое платье, я так понимаю. Фиаско с выбором. А я против. Чому Валерия так и не визначилась? Я категорически против. Мама, заканчиваем эту историю. Уходим без платья. До свидания, товарищи. Та поки Наталя готуется до своєї фееричної появи, Костя поспешає до Леры. Точніше, до двох її мам, яким шалено хочется обрати Дониці щось своє. Не хочеться абсолютно вас обидеть, но я изначально говорила, последнее слово все равно будет Залерой. Залерой. Как она скажет? Но сейчас я не просто так вас позвал. Я хочу, чтобы вы выбрали это вдвоем. Договорились. Приняли одно решение. А як щодо нестандартної довжини? Поверьте, пожалуйста, вот это в форме диадемы Анны Австрийской, да? Три мушкетюра, четыре. Но это дорогое платье, я так понимаю. Дорогое – это хорошо. Значит, это качество. Это первое. А второе, вы приглядитесь, это драпировка, она подчеркивает все женские прелести. Вы, как женщина, меня поймете. Ну и юбка здесь, каждая розочка отдельно. Руками сделаны. Дизайнером сделаны руками, да. Вот еще платье. Это мини со шлейфом. Это писк модный. Таких ножек, как у вашей доти. Скрывать их – это преступление. Нельзя такое скрывать. Ну, слишком закрыто оно как-то сверху. Если мое мнение, вот это платье нет, а вот это я бы рискнула померить. Ну, оно необычно. Хотелось такого вот креативненького чего-то. Вы не против? А я против. Дуже коротко. И потом, я же говорила, в лере плечки изящные. Я хочу, чтобы были выкрыти. А тут закрытие плечи. Подождите. Вам нравится ваша невестка? Нравится. Ножки ее нравятся? Нравится. Ничего еще желать? Она сказала, как? Я хочу быть вау. Домовьтесь, будь ласка. Это не значит, что мы его уже берем. Померять. Давайте померять можем. Цикаво, а сама наречена не против? Лена, ты знаешь, они договорились наконец. Неужели? Это была такая борьба, я уже весь вспотел, извини за выражение. Ну, не догадись. Так, пошли со мной. Повернемся до Валерии, яка уже готова показаться у смеливого варианта от мамы. Вот так. Ну, как-то так. Это прикольно. Да, именно прикольно. И не больше. Я, честно говоря, увидела платье и подумала, это какая-то шутка. Я думаю, наверное, это какая-то накидка, то ли пончо, то ли монтон. Когда девочки одели мне и говорят, вот оно и есть, это платье. Это выбор мам. Но у нас белая мама. Мне было очень интересно посмотреть, как оно будет выглядеть. Ты как жар птица. После долгого, пышного, теперь вот ножки не открыты. За мной и все увидишь. Рукава эти ни к чему. Это нелепо, как-то жарко, что ли. Девочка-колокольчик, да? Это не свадебное платье. Это не вау. Я изначально говорила, что мини нет. Здесь я увидела, что сильно коротко. Так, получается, что у нас кто за, кто против. Я против. Я категорически против. Все. Все. Заканчиваем тестую. Уходим без платья. До свидания, товарищи. Шутка, шутка, шутка. Ты без платья не уйдешь. Сейчас мы идем с тобой вдвоем навстречу звезде. И сама все выберешь. До заповетных слев Лері ще далеко. Хотя без мамы та свекрухи обирати сукню набагато легше. Посмотри, может быть, в таком стиле. Я уже обратила внимание на одно платье. Я видела его в том зале на манекене. Сейчас организуем. Мигом платье в студию. Чем оно тебе понравилось? Это корсет. Это тонкий силуэт, как я хотела. Это чисто белый цвет. Опа! Вот платье, которое ты хотела. Красиво? Ну да. Но я бы тебе еще предложил. Вот, очень хорошая рыбка. Посмотри. Вот такая рыбка. Да, вот это довольно интересное. И вот еще есть одно платье. Поверь мне, все три на тебя отлично сядут. Я выбираю вот это белое платье. Да, у нас есть платье. А сейчас, что осталось для настоящей принцессы? Макияж и прическа. Валерия обрала традиционную сукню. Тож и образ ей створюють відповідный. У мейкапе это нижние и свежие оттенки. У зачастей не стареющая классика. Элегантный грецкий вузол. На финишную прямую уже вийшла Валерия. Девчина майже готова до выхода на подиум. Бракует лише традиционного подарунка. Ты потрясающий человек. Ты очень красивая девушка. И мы приложили максимум усилий, чтобы только это подчеркнуть. Спасибо. И поэтому мне хотелось бы тебе сейчас сделать один подарок. Вау. Она немного, ну скажем так, интимного характера. Дорогие друзья, сейчас вам выйдет очаровательная девушка. Мы совещались, думали, примиряли и наконец-то выбрали то, что понравится одной маме и второй маме и друзьям. Лера из тех девчат, что умеют отстоять собственную думку. Красуня впевнена в себе и в собственном видении. Выбирь сукни она сделала сама. А нашим стилистам осталось одно. Надать диаманту гидную оправу. Итак, встречайте. Лера. Ну, очень, очень красиво. Я, я... Очень красиво. Да. Очень красиво. Очень красиво. Вот это то, что надо. Да. Ты действительно принцесса. Это не передать словами. Ну, очень красиво. Вот кажут, в каждой невесте должна найти свое платье. Вот она знайшла. Близь куча. Действительно принцесса. И это стоит того, чтобы заплатить гроши. Мамочка, слезки прямо появились. Ну, почему? Почему слезы? Так быстро выросла. Представляла все, что угодно, но только не увидит такую красавицу. Сразу слезы на глазах. Платье выбрали то, что надо. Да, ну, просто нет слов. Вау. Я даже не могла представить, что будет так прекрасно. Зеркало. У меня не было слов, у меня перехватило дыхание. На самом деле, я ожидала, что все получится, что все будет классно. Но я не ожидала, что это настолько будет. Серж, это нечто! Браво, Серж! Ребята, Наташа, это нечто. Серж, это все, пока это делалось, я была уже в восторге. И это правда нечто. Эти стрелки. Я никогда не думала, что я могу так выглядеть. Но это платье. Ну, правда ведь красиво? Да. Нам нравится. Ну, а сейчас я хочу тебе вручить один подарок. Это очень-очень личное. Только для тебя. Знаете? Очень. Носи на здоровье. Ну, спасибо. Ну, принцесса, да? Да. И еще раз. Принцесса тут я? Да! Я увидела, мне понравилось. Я померила, и теперь я могу сказать точно, что я буду самой красивой невестой. Образ принцессы створен завдяки елегантной сукне силуэту Годе, что вигідно подкреслюет женские форми Валерии. Піднятые волосы Серж прикрасил стильными косами, а Наталі дополнила нежный мейкап яскравим акцентом на губах. Такий вибуховий наречений не пасував би за надто янгольский образ. Сьогодні Кості довелось добряче попрацювати, але зусилля були того варті, адже немає нічого зворушливішого за погляд дівчини, яка відчуває себе справжньою принцесою.